Сегодня на похоронах Пьера Нарцисса случился ужасный инцидент. В Москве простились с Пьером Нарциссом. Смерть артиста стала полной неожиданностью для его поклонников и близких людей. Как оказалось, у Пьера Нарцисса имелись давние проблемы со здоровьем, которые дали себя знать. Сегодня исполнители хита «Шоколадный заяц» проводили в последний путь. Похоронят Пьера в Камеруне, в семейном склепе. Поклонники же смогут проститься с ним в столице, в центральной клинической больнице. К слову, Нарциссс ушел из жизни 21 июня. Несколько дней близкие не могли получить его тело из-за проблем с документами, поэтому траурную церемонию переносили дважды. Идет война с матерью и сестрой. Пьера – это кошмар. Прощание будет в крайний срок, когда им удобно. А именно, четверг, 30 июня. И четверг – окончательный срок. И сразу он на самолет. Жаловалась экс-супруга певца Валерия Калачева. Калачева с дочерью прибыли на траурное мероприятие за час до ее начала. Обе до последнего надеялись, что все обойдется без скандала. Но тут случилось ужасное, ведь что-то пошло не так. Валерия снова поругалась с родственниками, в том числе и с его матерью. Из-за цвета гроба все были шокированы происходящим. Зал я снимаю сама третий раз, каждый раз платила по 150 тысяч. Деньги сгорели, это убытки. В Москву родные не приехали, ни рубля не прислали. Посольство Камеруна нам тоже не помогло. Деньги собирались миру по нитке. Сокрушалась женщина в беседе с журналистами. На церемонии прощания были замечены многие известные персоны, такие как Яна Чурикова, Милена Дейнега, Алексей Кабанов и многие другие. Все они близко общались с покойным и с большим уважением относились к нему. Присутствующие очень тронули слова бывшей супруги и дочери Пьера. Валерия призналась, что всегда будет любить его, а Каролина поблагодарила отца за жизнь. «Сожалею, что так мало проводила времени с тобой», – отметила наследница артиста. После девушки речь произнесли коллеги нарцисса по очереди.